Это столб, который показывает уровень воды. Судя по всему, ну вот здесь есть грязь, мелкие ракушки. Еще год назад здесь, на этом уровне, была вода. А сейчас, если посмотреть на Симферобольское водохранилище, будет понятно, что заполнено, но от силы оно на 15 процентов. А между тем, это один из главных источников воды для столицы Крыма. На берегу Симферопольского водохранилища до сих пор отдыхают местные. Кто-то даже рыбачит. От засухи есть плюсы. Плотность рыбы в воде увеличилась. На этом плюсы заканчиваются. Последние два года было очень мало дождей и снега. Водохранилище почти обмелело. Такого никогда у нас не было, чтобы водохранилище стало похоже на луну. Его называли Симферопольское море. В моем детстве здесь все купались, когда была лень. Ездить на море. Где-то в 60-е годы тут был ресторан, тут был пляж, тут спасательные лодки. Моя тетка из России приехала, что-то ее спасали, она там далеко заплыла. Ну просто было все прям пляжи. Настоящее море. Настоящее море. Милеет не только Симферопольское водохранилище. Столицу полуострова обеспечивают водой еще три источника. Но и они сейчас почти опустили. Засуха случается в Крыму стабильно раз в 8-10 лет. Раньше столицу в таких случаях спасало межгорное водохранилище. Оно наполнялось из Северокрымского канала. Было резервным. По каналу со стороны Украины в Крым пускали воду из реки Днепр. По одной из версий, именно Северокрымский канал, построенный еще в 60-е при Никите Хрущеве, стал причиной присоединения полуострова к Украине. Это было выгоднее экономически. Когда там стали заниматься экономикой, самое главное строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали вы, то Госплан сказал, что лучше, если будут строиться под одним юридическим лицом. И передали Украине так, что передавали многие регионы. Никакой политики не было. Не согласны с этой версией, говоря, что даже если бы Крым и сам канал были бы в разном административном подчинении, его бы все равно построили. Такие примеры были. Так или иначе, когда в 2014 году полуостров присоединили к России, украинские власти перекрыли Северокрымский канал. В итоге, в этом году Симферополь первым пострадала за засухи. В городе ввели режимное водоснабжение. Три часа с утра, три часа вечером. Горячую воду отключили совсем. Живую напротив водохранилища. Воду мы получаем из водохранилища, вот этого, которое полупусто по графику. Но, насколько я понимаю, нам еще повезло, потому что она самая чистая. Ко мне просто приходил мастер, фильтр для воды менял. И говорит, уровень загрязнения самый низкий в городе. Там вообще у всех зашкаливает. Вода просто желтая течет. Ну, как-то, в общем, некомфортно это очень с маленьким ребенком, потому что ему вода всегда нужна. Приходится набирать. Ну и я его закаляю, мою холодный из тазика. Ну, вов посуды. Мы сейчас втроем. Позавтракали, пообедали. Вот. Будет вода, будем мыть посуду и все остальное прочее. Ни то, ни другое. Нет. То и вообще нет у нас. Горячее. И горячее не будет. А как вы греете ее? Да никак. Ездим в гости в Волошь. Там ловимся раз в неделю. Вода, которую мы наливаем из крана, она отстаивается. И вот здесь вот такой осадок. Ну, максимум, что мы можем все это помыть. Но пить ее нельзя, конечно. Мы ее не кипятим, не пьем. Покупаем воду. Ну, сейчас надо дать идти покупать. Еще одна причина дефицита – износ инфраструктуры. Эта труба канализации, временно проведенная в августе 2011 года, используется жильцами третьего этажа общежития. Никем не обслуживается. Проведена она над окнами нашего жилья. Никого не интересует. Вот стык трубы в трубу, прямо над окнами, над окном спальни моего сына. Никем не обслуживается. Давно пришла в негодность. Рассыхается. Воняет. Большая, если не большая, часть воды может уходить в землю из прохудившихся и ржавых труб. А раз трубы ржавые, вода в кране тоже ржавая. Лимонад. По скриптум. Путин, введи войска в водоканал. Видно, люди хотят еще к вот этому и холеру прихватить. Вот такая вот вода у нас с воды Крыма поступает. Вот у нас ванна на сегодняшний день. Вот смотрите, вот у нас наливаем воду. Сюда, чтобы для технических целей, для каких-то она была. То есть вы видите, да, какое качество воды. Это я утром налил эту воду. Вот, чтобы вы понимали, вот сейчас мы возьмем тряпочку белую. Вот, чисто белая тряпка. Вверх она какая-то маслянистая. Вот, пожалуйста. Вот теперь смотрите, на здоровье как это будет. Это через 5-10 лет, конечно, может быть. Кому-то раньше, у кого послабее здоровье. Это же все покажет, особенно детям. Это же будут и почки, и где хочешь, и камни, и в почках, и где хочешь. Теперь российские власти Крыма упрекают в том, что за 6 лет они не позаботились о ремонте инфраструктуры. Все происходит очень медленно. Проектирование, утверждение в главгосэкспертизе, различные изменения в проекты. Например, если мы говорим о водоводе в Восточный Крым, который должен заменить Северокрымский канал, по руслу которого сейчас чистейшая вода из артезианских скважин поступает в Керчь и Феодосию, и теряется, потому что русло из Северокрымского канала очень сильно изношено. Там 2 трети воды уходит в почву. Вот эту трупу мы тянем уже 6 лет. То же самое можно сказать по ремонту систем. Если мы, скажем, тысяч километров труб, а меняем единицы или десятки километров в год, то, конечно, это очень мало. Общий объем потребления в Крыму приблизительно 200 миллионов кубических метров. Вот 200 миллионов кубических метров воды в Крыму есть, больше есть. Если бы в Симферополе в феврале месяц начали капитальный и быстрый ремонт жилищно-коммунальных сетей, то той воды, которая есть у Симферополя, было бы достаточно, потому что не было бы потерь. В госпредприятии «Вода Крыма», которая отвечает за водоснабжение полуострова, отвечают. Износ действительно большой, но ремонт идет. Кроме того, Симферополь стараются обеспечивать водой с других водохранилищ, но ее не хватает настолько, чтобы давать круглосуточно. Достаточно высокой степени износа у нас порядка 70% наших водопроводных сетей. Неправильно говорить, что мы только в 2019 году начали эти мероприятия. Они проводились здесь годами, десятилетиями. Ежегодно мы производили перекладки, ежегодно мы производили определенную замену оборудования. Да, это зависело и от финансового состояния нашего предприятия, и от финансирования со стороны бюджета. Такая ситуация, она во всех водоканалах бывшего Советского Союза. То, что грядет дефицит, стало понятно еще в феврале. Тогда СМИ писали о том, что власти Симферополя даже школам давали негласные распоряжения экономить воду. А с конца августа стали устанавливать вот такие емкости для воды, ну, чтобы хотя бы в госучреждениях не было ее дефицита. На полуострове ситуация с водой неоднородная. Например, в Евпатории официально горячую воду отключили только сейчас. В Симферополе ее нет уже третий месяц. В столице не бывает воды и днем, а в Ялте и Алуште с конца ноября воду отключают только по ночам. И это лишь крупные города. В селах все еще сложнее. Где-то воду не дают совсем, где-то она еще есть. Вот Балановское водохранилище питает ближайшие деревни. Местные говорят, уровень воды упал чуть ли не на 20 метров. Переживаем, конечно. Но пока без перебоев, да? Пока нормально. Нет, ну было два дня перебоев. Что это было? Полон. Там полон ремонт был, да. Когда-то без воды будем, наверное. Все когда-то были. Ну а что делать? В Симферополе там тоже по часам дают, да? У нас пока без перебоев. Пока без перебоев. А горячую дают или нет? У нас никогда горячую не было. Пока вода есть, ее перекачивают в село Перевальное. Там военная база. А территорию водохранилища закрыли для посетителей. Вам что, непонятно говоря? Что понятно? Ну выходите тогда. Только что добралась до села Скалистая. Ну это где-то 12 километров от Симферополя. 20 минут езды. Если не больше, ходят автобусы постоянно. Но тем не менее, здесь вот в отличие от столицы республики Крым, воды нет почти совсем. Не идет? Нет? А как же вы в кафе без воды? Ну, мы же заказываем себе воду. Там плодим, берем ее. То есть вы берете ту, которую вот питьевую закрываете? Да, ну вот здесь типа питьевую. Или шестилитровую. А, речка Пересовка. А речка далеко? Речка. Вот это уже видели, там остановка? Да. Вот там за остановку вниз идешь, там тропинка была, и там будет речка. Судя по всему, речка была где-то здесь. Сейчас русло абсолютно сухое. Напоминаю, это 12 километров от Симферополя. Никакой влаги нет. Выходи, выходи. 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 И вот люди, у кого что есть. Ведра, канистры. Пятилитровые бутылки. Представьте, на пятый этаж. Пожилые люди. Сколько можно найти? Это же издевательство. Это нужно помыться, постираться, в туалет сходить. И кушать. А во сколько привозят обучение? А у нас там висит расписание. Спасибо и за это, что нам хотя бы так подвозят воду. Что бы мы делали? У нас же туалеты, канализация. Ну как без воды? Мы здесь уже живем с 80-го года. И у нас не было такого, чтобы у нас все время была вода. У нас все время она по часам. Час утром, час вечером. А сейчас вообще закончилось? А сейчас вообще не капается. Скалистом живет больше двух тысяч человек. Вода на подвозе. Раз в день по будням приезжает машина, стоит полтора-два часа. Кто сколько успел набрать, столько и унес. Это мы с вами идем в подвал, где что? Где у нас стоит емкость, которая должна хотя бы хоть ну литров два налить в сутки. А их и того нет. Вот мы сюда вручную носим воду. Кто дома, тот наносит. А я, допустим, с утра до вечера на работе. Как я могу наносить? Насосом поднимаем воду. Но прежде чем ее поднять, ее надо сюда наполнить. Сколько ее можно наносить? Это просто позвоночники ломаются. Вот моя емкость. Как я сюда наполню? Скажите, как я могу сюда наполнить? Она пустая. У нее есть возможность, она на работу возит белье стирать. А что мне делать? Вот завтра поеду на работу грязная, покупаюсь, постираюсь, приеду домой. Это мне легче взять матрас и жить на работе. Месяц. Вообще. Не капает. Вот купили водички, чтобы попить. Баклажка стоит 145 рублей. Мы их купили 4, потому что надо и покушать, приготовить. Ну и, само собой, чайник скипятить. Вот то, что мы успели натаскать с понедельника. Остатки у нас. Роскошь. Гора посуда. Сегодня воскресенье. Не постираться. Вот один мешочек, и вот будет второй мешочек. Чтобы отнести эту стирку на работу. Спасибо директору, любимому, что разрешает хотя бы постираться. Вот клокочет. Ну, это воздух. Ближайший источник воды – скважина у соседнего села Глубокий Яр. Туда жители Скалистого ездят набирать воду. Подвозной не хватает. Потряхивает и на асфальтированной дороге. Но, чтобы добраться до скважины, с нее надо съехать на грунтовку. Дождем, которого так ждут местные, чтобы получить воду, ее, скорее всего, смоют. Здрасте. Здрасте. Кино. Это вы за водой приехали, да? Да, за водой. Откуда? До Скалистого. Скалистые, многоэтажки. Многоэтажки? Да. И часто так ездить приходится? Ну, у кого машина каждый день. Все лето почти воды так не было. Я даже не помню, когда утром там пшеки было. Десять минут. Она вкусная. А она прям питьевая, что ли, уже сразу? Ну, она немножко запахнет. Запахнет? С реводород, говорю. Лера, ну ты так пьешь воду, что тебя даже не видно до спина. Ну, это же нормально. Давайте так, чтобы было видно. Ну, с привкусом, да, немножко есть? Ну, ее надо открыть, потому что, когда она выветрится, типа, говорят... Она постоит, и все. Ну, я кипячу, я не кипячу. Ну, со мной ничего не будет от этого? Нет, не будет. Мы еще хуже пили, и не такое ничего. Скалисты еще несколько лет назад хотели везти воду из партизанского водохранилища. Того же, которое питает Симферополь. Но строительство задержалось. Проектно-смертная документация была нами согласована, прошла экспертизу. Заказчик провел конкурс на строительно-монтажные работы. Они были начаты и в большем объеме выполнены. Водопровод проложен. Построены две насосные станции. Осталось построить еще третью насосную станцию, чтобы можно было включать в эксплуатацию данный объект. Заказчиком выступали не мы, а местный постсовет. Но в процессе строительства возникают различного рода причины, которые затягивают ее сроки. На сегодняшний день я вам срок назвать не готов, но проблема, я еще раз повторю, под самым большим вниманием. В воде Крыма объясняют, в селах решить проблемы дефицита сложнее, чем в городах. Вот эти сельские районы, они раньше нами не обслуживались водоканалами Крыма и водой Крыма. Они были переданы нам на баланс в последние годы с сетями и сооружениями в том состоянии, как есть. С 16 по 20 год. Ну, местные эксплуатационные организации, вы понимаете, уровень их обслуживания был достаточно низок. Поддержание сетей сооружений тоже возможности низкие, поэтому было принято решение, что это передается в воде Крыма как единому оператору. Справлялись до тех пор, пока не произошла вот эта ситуация с маловодностью. Но за скалистым, говорит главный инженер предприятия Александр Сафонов, самое пристальное внимание. Рядом с селом еще знаменитое на весь Крым мраборное озеро. Его, как считают жители, тоже можно использовать как источник водоснабжения. Но пока все это, как говорят в воде Крыма, в проекте. Нужно воду еще проверить, прежде чем подавать. Ну вот, где люди стоят, я не помню в каком году, через дорогу вот так вот прокладывали трубу. Здесь насосом подавали воду в речку. С речки она уже в каптаже, и с каптажей нам ее давали. Подпитка была для каптажа. Не знаю, почему сейчас ее не разрешают. Крым – дотационный регион. На местное водоснабжение выделяют деньги, в том числе из Москвы, по федеральной целевой программе. Сейчас чуть больше 166 миллиардов рублей из почти полутора триллионов всего бюджета программы на развитие Крыма. Получается где-то 10%. К тому, как составляется эта программа и как расходуются средства, есть большие вопросы. Количество запланированных объектов и бюджет с 2014 года неоднократно менялось. В 2014 году около 65 миллиардов рублей на 69 пунктов программы. Весной 2020 года – более 87 на 21 пункт. Сейчас – 166 на 39 пунктов. Это связано с отсутствием стратегического планирования и общим кризисом компетенции. Для того, чтобы разведать, где есть еще пресная вода, которую можно брать, нужны масштабные стоимостью, как говорят гидрогеологи, сотни миллионов рублей, а может быть даже миллиарды рублей нужно вложить в то, чтобы провести масштабные исследования этого вопроса. Есть ли у нас еще под землей где-то пресная вода, достижима ли она, что будет, если мы будем ее изымать. Таких денег никто не выделяет, а те деньги, которые выделяются, к сожалению, проходят через 44 ФЗ, через торги. И зачастую сюда к нам приходят проводить такие исследования геологи, например, из Новосибирска. Те, которые не знают крымской специфики. При этом есть объекты, для которых вода находится быстрее, чем для сел, где до сих пор нет центрального водоснабжения. Например, в Судаке продолжают активно застраивать заповедные земли в районе мыса Меганом. Вокруг будущей резиденции молодежного форума Таврида-Арт быстро возводят новые заборы. Сюда же уже проложили трубу с водой из скважины в ближайшем селе. Действительно, те объекты, которые у нас строятся, скажем так, филиуми мира всего, да, вот Таврида-Арт связывают не только с Росмолодежью, но еще и со Сбербанком. Вот здесь в Крыму об этом много говорят. Для таких объектов действительно вода находится быстро. Есть еще у нас в Севастополе парочка таких историй. Например, на мысе Ая расстраивается сейчас бывшая дача Януковича. Местные жители поговаривают, что это будет дача Валентина Матвиенко. И тоже за счет бюджета местного водоканала эту дачу снабдили коммуникациями. А в господприятии «Вода Крыма», который занимается водоснабжением полуострова, говорят, что финансирования им хватает. Не хватает только времени и помощи природы с дождем и снегом. Будет дождь – будет круглосуточное водоснабжение. «Время и дождь» предлагаю назвать слоганом нашей передачи. Он так ассоциируется и с природным явлением, с погодой, и с тем наименованием, которое вы взяли для своей телекомпании. Поэтому, наверное, так будет правильно. «Время и дождь». Субтитры создавал DimaTorzok